сегодня ветрено сложно поджигать сигарету и обычно вообще-то я заканчиваю этим процессом свои ролики на сегодня я с этого начну потому что ролик будет посвящен проблеме либо теме если это для вас не проблема теме курения если кому интересно курю я сигареты японские seven stars покупаю их здесь потому что у сямана в котором я живу традиционно налажены связи связи с японией через тайвань и здесь к японцам и к японским товарам отношения как-то поспокойнее намного чем допустим на севере китая но речь совершенно не об этом речь про сигареты буду курить и рассказывать во первых хочу сразу же сказать что курение это плохо и я по сути поддерживаю любые антитабачные законы я был очень рад тому что в россии запретили курить в общественных местах это очень странно звучит от человека который курит практически в каждом видео да но это так я бы хотел стать последним поколением курильщиков собственной семье когда у меня будут дети я на ну постараюсь им показать вот такие видео которые надеюсь их смогут спропагандировать не курить не употреблять этот яд курение это плохо но раз вы курите я курю то расслабься и получай удовольствие кстати на фоне меня сегодня голубятня которого мы могли много раз слышать на моих видео теперь можете еще и увидеть если в тени будет хоть что-нибудь видно сегодня очень яркое солнце в очередной раз снова ветер надеюсь что-то слышно поэтому поговорим про сигареты в китае курят традиционно курят давно можно найти какие-то древние китайские там фрески я не знаю ли как это называется картинки на которых люди с длинными трубками дымят чем-то чем они там дымят не знаю был ли это тот самый табак который курят люди сейчас либо это что-то было другое были какие-то другие травы но люди курили курят и продолжают это делать и скорее всего еще достаточно долго будут курить середине про в начале прошлого века и наверное в позапрошлом веке в китае была огромная проблема с курением опиума были здоровые опиумные клубы по всему китаю где достаточно обеспеченные люди курили опий завезенный из англии за что китайцы до сих пор недолюбливают англичан именно за вот эту очень жесткую пропаганду опия здесь которые они завозили в качестве некого лекарства просто подсаживать целую нацию на этот ужасный страшный продукт но после опиумных войн после огромных зачисток особенно что происходило в гонконге можете почитать это легко найти в той же википедии про опиумные войны и так далее это очень интересная большая тема я к сожалению не очень сильно в этом разбираюсь поэтому затронул так просто лишь бы упомянуть на самом деле по китайским меркам я курю достаточно мало у меня уходит ну меньше пачки в день если есть алкоголь то может быть чуть больше пачки в день будет уходить у среднего же китайца курящего сигареты будет уходить две может быть три пачки в день это считается нормой и желтые зубы даже коричневые местами от чая и сигарет тоже считались долгое время нормой и китайцы реально вот очень очень страдали от проблем с зубами и до сих пор продолжает страдать в основном более взрослое поколение все-таки с молодежью получше среди молодежи культура чистки зубов культура походов к дантисту она все-таки как-то привита и это стало дешевле это стало доступнее с годами поэтому очень многие среди моих знакомых все-таки наблюдаются и у врачей и как-то ухаживают за полостью рта но продолжают курить курение в китае разрешено практически везде причем зачастую есть места где даже висят вывески о том что курить нельзя но люди продолжают там курить например shopping mall до огромные огромные торговые центры что происходит там в торговом центре курить нельзя все люди ходят на улицу нормальные люди да то есть ты на пятом этаже покушал где фудкорты обычно же на самом верху ты покушал спустился вниз вышел на улицу покурил пошел дальше китайцы нашли обход этой ситуации в любом торговом центре есть пожарные выходы которые должны быть всегда открыты собственно они всегда открыты если выйти на этот пожарный выход там всегда валяется куча бычков потому что поварам из ресторанов продавцам всем надо бегать куда-то курить курят все и бегать им на улицу ну не камильфо и неудобно это долго и просто светиться на улице стоять толпой поваров официантов и дымить сигареты ну такое себе да поэтому все ходят туда и прошаренные люди которые достаточно часто ходят по торговым центром знают прекрасно что на любом пожарном выходе можно спокойно постоять и покурить не знаю как это в россии думаю что такого нету ну вот здесь есть что меня раздражает меня раздражают колхозники которые курят просто везде вот мне в комментариях люди под другим видео писали про то как наблюдали что люди курят в лифтах да я такое тоже видел видел неоднократно и даже когда подучил более-менее китайский язык начал возмущаться этому делу и причем возмущаться абсолютно справедливо и возмущаться так в толпе и обычно толпа тебя поддерживать даже учитывая то что он китаец все остальные китайцы ты единственный иностранец и люди как-то тебя поддерживают потому что для них обычно поддержать своего это конечно важно но раздражение от клубов табачного дыма обычно каких-то дешевых сигарет потому что ну ни один обеспеченный человек вот такое вытворять не будет и вот этот дым он настолько неприятен что они даже готовы переступить через себя и поддержать вообще иностранцев в таком странном начинании как принижение их соотечественника но это не самая дичь я например наблюдал человека курящего в очереди в супермаркете обычный супермаркет волмарт теско карфур неважно ну типа ленты до российской очередь в этой очереди стоит дедуля лет шестидесяти-семидесяти достает сигу ну типа долго стоять курить захотелось куда ему идти никуда ему не идти достает сигу стоит курит никто ему не скажет слова ты клиент ты прав все будут вокруг раздражаться кто-то тихо будет даже перешептываться никто ему ничего не скажет не подбежит охранник который скажет ему прекрати здесь курить нет нафиг никому не нужны скандалы он покурит и закончит и все на этом все закончится система кондиционирования переживет а вот устраивать скандал за который тебе никто не будет платить дополнительных денег а она тебе надо соответственно все все понимают и никто никак не реагирует курение в больницах курение в кинотеатре я даже видел раз вот но в кинотеатре правда подошел человек там видимо все-таки кать пожарной безопасности или что-то подбежал моментально работник кинотеатра и заставил человека выкинуть сигарету затушить сигарет последнее время китайцы начали очень активно новые какие-то методы потребления табака испытывать как и во всем мире хайпы по всяким новомодным штучкам здесь тоже есть и вейп-клубы вейп-шопы куча вейперов вот эта волна здесь была такой огромной просто нереального масштаба тем более большая часть этих батареек я не знаю как все это называется моды и вы наверно лучше чем я во всем этом разбираетесь она прям вот захлестнула китай и была здесь достаточно мощной до сих пор куча вейп-шопов есть но как-то тема вейпа все равно она видимо настолько вплелась в жизнь настолько стала обыденностью и нормальным чем-то что уже на это никто не обращает внимание кто-то выпит кто-то не выпит и вот эти шуточки про вейпы бойфрендов и подвернутые штаны они уже сошли на нет перестали быть смешными потому что но это просто стало частью обыденности последний тренд пришедший к нам с японии кореи это вот от компании филипп морис тема айкос когда у тебя есть некий такой блок питания похожий вот на блок питания от вейпа но внутри есть ручечка такая вот просто вот такого размера ручка которая достается в ней есть некий заряд ты вставляешь туда маленькую сигарету и эта сигарета якобы не горит а тлеет из-за этого не выделяются какие-то масла и не знаю что там не выделяется если есть химики в чате скажите и типа ты куришь но не так убиваешь свое здоровье то есть ты вроде как бы не вейпишь ты куришь нормальные сигареты но при этом здоровью наносишь намного меньший вред я во все это не верю мне все это кажется огромной чушью единственное чему может этот айкос помочь это все-таки уменьшить количество потребляемых сигарет потому что заряда в этой ручке ее хватает ровно на одну вот так на один вот такой стик как стиками называют на один вот такой стик и перед следующим потреблением стика тебе нужно эту ручку вставить обратно в вот этот блок питание и нужно какое-то время чтобы она зарядилась по крайней мере ты не будешь как этот в английском называется chain smoking ты не можешь курить вот одну за одной да по крайней мере ты спасешься от этого вот это в какой-то мере хорошо но у этого есть обратная сторона это цена тебе нужно купить аппарат который стоит порядка 100 долларов то есть 100 долларов чтобы купить вот этот наборчик тебе нужно покупать эти стики во первых они не так доступны в китае они вообще официально не представлены и сюда завозятся полу легально точнее совсем нелегально и вот эти стики здесь стоят порядка трехсот пятидесяти трехс от двухсот пятидесяти до трехсот пятидесяти рублей за одну пачку это дорого 350 юаней за блок из 10 пачек это дорого а учитывая то что содержание никотина там меньше то даже с вот такими интервалами на зарядку этого своего вот этой своей ручки ты будешь курить много потому что ты привык потреблять достаточно много табака если ты нормальный китаец ты куришь обычно очень крепкие сигареты к этому мы сейчас еще перейдем и ты куришь их достаточно много и соответственно чтобы перейти к малому потреблению табака потребуется достаточно много времени на первых этапах ты будешь тратить очень денег поэтому вот эти темы с айкосами это скорее такой способ показать что ты неплохо зарабатываешь то есть вот такой признак достатка да ты пьешь дорогое пиво ты носишь баленсияга у себя вот здесь или гучи ну сейчас баленсияга куда моднее чем гучи поэтому баленсияга у тебя на груди написано и ты куришь айкос не потому что тебе нравится многим кстати даже и не нравится его вкус потому что он другой но просто потому что у тебя есть бабки на это просто чтобы показать свое лицо по поводу крепости сигарет в китае нет верхнего насколько я знаю ограничителя по крепости сигарет поэтому здесь легко встретить сигареты 11 миллиграмм 14 16 и даже я вроде 18 видео миллиграмм крепости сигарет то есть это сигареты который даже опытный пораженный курильщик затягивается и так прям смачно прокашливается на первых парах я кажется что у тебя никотин из ушей потекет поэтому вот крепкие сигареты это то что чаще всего ты будешь курить не потому что ты это купил а потому что с тобой этим поделились потому что более взрослое поколение предпочитает чем крепче тем лучше особых странных вкусов как в той же там индонезии да где очень много сигарет как-то с гвоздикой да вот и здесь такого нету все-таки есть запаху сигарет стандартный есть сигарет недорогие а тут специально взял пачку только вскрыл ее она еще даже вот полный абсолютно сигареты джунан хай стоит они 7 юаней то есть 70 рублей за пачку вот это прям народная тема то есть это сигареты которые ты можешь курить дома пока никто не видит дешево они абсолютно нейтральные то есть в них нету ничего не они достаточно ну не очень крепкий 0806 миллиграмма то есть как то здесь написано 06 миллиграмма чего-то и 9 миллиграмм чего-то другого соответственно это как бы типа восьмерка вот восьмерка было бы в россии то есть это такие средние по крепости сигареты которые стоят дешево которые можно покупать блоками оставлять дома но все-таки с собой брать такие сигареты не принято и тут мы переходим к еще одному интересному моменту это ношение с собой двух пачек сигарет это будет очень странно звучать для нашего человека который скорее имея две пачки сигарет одну дорогих одну дешевых поделиться дешевыми в китае вот совершенно по-другому здесь человек будет носить пачку дорогих сигарет каких-нибудь типа джунху а вот сейчас я покажу картинку как они выглядят они могут стоить тысячи рублей за пачку то есть у них там у каждого практически бренда сигарет то есть у того же джонан хая либо там сигареты которые я в принципе более-менее уважаю называются они фуром ван я тоже покажу картинку у этих сигарет есть разные ценовые категории то есть есть сигареты допустим вот джунан хай он стоит 7 юань есть некая такая более голубая пачка тоже восьмерка она стоит 15 юани 150 рублей но чем они отличаются и особо не понимаю по крепости вроде даже одинаковые просто пачка более такая прикольная у того же фуром вана у них ценник начинается самые дешевые в такой платиново золотистой пачки начинается от 25 юаней то есть 250 рублей более золотистая пачка стоит 35 юаней и насколько я помню самый дорогой фуром ван в темно-синей пачке стоит типа 75 то есть 750 рублей за пачку у тех же джунхуа насколько помню верхний ценник в районе 100 юаней то есть тысяча рублей за пачку и такие сигареты обычно покупают чтобы делиться то есть человек может сам курить какой-нибудь там сигареты личун которые стоят 15 юаней за пачку 150 рублей они неплохие они не стремные то есть ты их достанешь из кармана и не будет такого ощущения как будто ты петр черный да достал вот это петр черный по уровню пафосности а их ты достанешь это такой уровень какой-нибудь мальборо то есть это сигареты которые ты куришь ну типа потому что тебе они нравятся но ничего стремного в этом нету просто сиги как сиги обычный нормальный бренд поэтому вот ты сам будешь курить этот личун а когда у тебя человек попросит сигарету скажете по поделись пожалуйста ты достанешь уже более пафосный откроешь пачку и дашь очень часто бывает во время сидения за столом ты можешь проявить активность если вы смотрели мой ролик про правила поведения за столом я там рассказывал что там очень важно быть активным и одна из таких активностей это бывает раздача сигарет то есть ты можешь достать хорошую дорогую пачку сигарет и раскидать им людям в лицо причем поначалу меня это бесило то есть это я думал что это за неуважение такое что это вообще за проявление какой-то агрессии до человек просто берет сиги достает их вот так и просто раскидывает прям вот кидая тебе в лицо а оказалось что это является наоборот признаком уважения ты находишься от него далеко чтобы не подходить каждому он просто вам их раскидывает и твоя дело поймать не поймал твои проблемы просто но не поймал тебе еще одну кинет это абсолютно нормально это такой колхозный вот метод раздачи сигарет кстати по поводу правил раздачи сигарет самое главное правило в китае это показать что вы наравне соответственно доставая передавая человеку сигареты ты достаешь из пачки две штуки и вот таким видом из двух сигарет подаешь ему поначалу когда я этого не знал я брал две сигареты я думал ну человек настолько меня любит что 2 мне сразу дает оказывается нифига ну потом мне объяснили что я делаю неправильно абсолютно с человек опять же учитывая вот этот коэффициент иностранца ничего не злился то есть где-то внутри себя он думал вот ты колхозник что же ты делаешь зачем ты 2 сиги взял на самом деле он тебе подает 2 1 для него другая для тебя то есть он показывает тебе этим самым что вы будете курить одинаковые сигареты причем он это будет делать даже если его в зубах уже есть одна сигарета то есть он курит он достает 2 подает тебе ты берешь одну и он эту обратно складывает в пачку следующему человеку он снова достает 2 дает ему одну он ее забирает и эту кладет в пачку причем от сигарет вообще не принято отказываться даже если вы не курите вы можете сказать я не курю но при этом возьмете сигарету передадите и кому-нибудь кто курит либо положите на стол но принять тут важен факт именно того что вы примете поэтому будет будучи в китае если вы даже не курите не отказываетесь от сигарет никто вас не будет заставлять курить вы можете взять а потом когда человек вам предложю предложить зажигалку про скажите не-не-не я не курю и все все поймут все нормально будет никто вас не будет заставлять но сигарету взять надо просто в качестве уважения к человеку который вам предложил он проявил вам некое уважение вы проявите к нему просто взяв эту сигарету от вас не убудет курить вас ее никто не заставляет так вот возвращаясь к дорогим и дешевым сигаретам есть еще один момент на самом деле это наверное основополагающий момент из-за чего я вообще захотел записать этот ролик он касается сигарет постольку поскольку на самом деле он касается любых дорогих вещей про эту штуку про которую я сейчас хочу рассказать я узнал совершенно недавно менее полугода назад ну то есть учитывая то сколько я живу в китае полгода это достаточно недавно мне показала заведение некое заведение моя жена и я сначала не понял потом она мне объяснила и у меня прям прозрение включилась я узнал вообще почему так я сейчас навожу навожу интригу и все распишу и разложу по полочкам самом деле все просто забавно и гениально в общем история как-то раз в городе джинджоу что на севере китая в провинции хэнань мы идем с женой просто прогуливаемся это осень прошлого года уже конец осени достаточно прохладненько но у нас есть женой такая традиция что когда мы не заняты когда у нас такой скучный день мы по вечерам когда спадает жара либо если уже прохладно то может быть и днем мы прогуливаемся просто идем вот два-три километра без какого-либо плана идем по дороге купим водичку муж мороженое какой-нибудь общаемся обсуждаем новости и так далее и вот в одной из таких прогулок я увидел некий магазинчик который наблюдал в разных городах уже несколько раз на магазинчике висели фотографии дорогих сигарет дорогих алкоголей каких-то других дорогих вещей каких-то статуэтки даже были я спрашиваю жены это какая-то оптовка но потому что в моем понимании в жопе мира извините за выражение магазинчик торгующий дорогими вещами он имеет смысл только когда ты торгуешь оптом и тебе в принципе без разницы где находишься к тебе клиенты ходят не просто первые попавшиеся специально знающие где ты находишься поэтому мой вывод был достаточно логично жена меня огорошила и сказала что я совершенно не прав и это не продажа а прием дорогих вещей и тут многое встало на свои места в китае принято давать подарки и взятки еще сигаретами чаем и алкоголем дорогим чаем дорогими сигаретами и дорогим алкоголем я долгое время понять не мог а в чем прикол ну то есть вот тебе за какую-то услугу дали блок сигарет а есть сигареты коротко которые стоят гораздо дороже 100 юаней есть и за 200 за 250 то есть тебе дали блок сигарет там панда каких-нибудь которые стоят 250 юаней за пачку то есть 2500 юаней за блок сигарет 25 тысяч рублей тебе дали такой блок сигарет в подарок а толку то как это улучшит благосостояние твоей семьи ты оказал человеку реально серьезную услугу какую-то важную там штамп поставил или еще что-то а тебе дали за это сиди ну покуришь то ничего и долгое время многие годы я не понимал как это работает как работает подарки бухла как вот как это все и вот этот магазинчик который принимает они продает расставил все на свои места оказывается деньги давать это палево это прям жесткое палево которое ну очень легко за которой очень легко попасть тюрьму а вы наверное много раз слышали как в китае коррупционеров сажают расстреливают и так далее и это такая тема очень серьезная в китае однажды я про это расскажу там очень много мифов очень много стереотипов вокруг этого но факт остается фактом с коррупционерами как-то доборется по крайней мере это очень такой активный процесс здесь и как быть коррупционером но не палиться принимай подарки то есть ты принял принял блок сигарет кто тебе когда что предъявит за блок сигарет ничего это просто сигареты тебе ну никто никакого обвинения или там хорошая бухло бутылку сорокалетнего виски за 10 тысяч долларов просто бутылка бухла ты вообще в них не шаришь ты китаец ты лучше бойчо в жизни ничего не пил какой-то бухло подали откуда я знаю сколько она стоит она такой же на цвет такой же на вкус вот сейчас я выпью все вот она все бухло о чем вы говорите вообще что чтобы что нет но при этом ты можешь проявить такую хитрость то есть ты берешь этот сигарет берешь эти сигареты берешь эту бутылку отдаешь их своему помогайки который вечером того же дня на тачке едет спокойно в этот магазин сдает это все и получает живые бабки и вот коррупционная схема сработала бытовая мелкая естественно крупные коррупции ты на таком не провернешь но мелкие вещи легко и на мелком бытовом уровне это прекрасно налажено идеально работает но не гениальная ли схема круто же потом естественно из этих магазинов это все попадает уже в обратно в ритейл обратно в обычные магазины то есть у них налажены связи с какими-то продавцами и соответственно этот не вскрытый блок провернув магазин покупатель взятка помощник магазин магазин снова вернулся на круги своя снова вернулся в товарооборот прекрасная схема причем этой схемой часто пользуются не только коррупционеры но и девочки работающие в караоке также однажды я расскажу про ночные развлечения китая это большая тема там надо очень много снимать по-хорошему и надо снимать ночью у меня к сожалению снимаю на iphone и у меня был ну просто не получится снять хотя я думаю вот я бы договорился да у меня есть возможность договориться поснимать парочку ночных заведений но нужно хорошую камеру и однажды когда я куплю я думаю это будет там в следующем году я обязательно соберусь и сделаю такой вот ролик но в планах он есть точно вот девочки работающие в кей тиме очень часто принимают подарками вот такие же штуки потому что принимая в подарок деньги ты должна делиться с заведением то есть надо понимать это не проституция эти девочки не оказывают интимные услуги это консумация то есть когда она с тобой поет в микрофон она тебе подливает бухло вы играете в какие-то игры и за это ты хочешь ее как-то отблагодарить там есть свои тонкости с букетами коронами и прочим это очень забавная клёвая интересная тема но очень часто именно персональные подарки бывают именно сигаретами то есть прикиньте сидит маленькая девочка припевочка такая вся накрашенная вся красивая в платьюшке и мужик такой стареющий колхозный китайский бизнесмен в качестве благодарности дает ей блок сик крепких как не знаю что просто блок сик и вывод если бы наблюдали это вживую такие типа чё сигареты вот это я понимаю подарок блин нет нет цветы нафиг букеты цветов сигареты и вот теперь зная что с этими сигаретами произойдет дальше вы понимаете что во всем этом есть свой смысл китай вообще во многом есть смысл просто мы его не понимаем это как общение с инопланетянами мы даже зная их язык технически очень часто не понимаем тонкости и вот во многих таких вот бытовых вещах мы просто тоже не видим тонкости а тонкости есть так что китай сигареты забавная тема много курильщиков начали с этим бороться за прийти ли рекламу сигарет в последние годы в пекине и шанхае начинают запрещать курение в общественных местах я знаю что во многих барах уже не курят здесь сям они есть несколько баров которых владельцы запрещают внутри курить хорошая тема приятная но все-таки если вы курильщик вы собираетесь переезжать в китай готовьтесь к тому что курить вы будете в два раза больше я прилетаю домой начинаю курить не знаю там три сигареты пять сигарет в день здесь я курю пачку иногда больше курят курят много вряд ли это изменится в ближайшие годы компании пытаются снова найти какие-то новые методы обхода вот вместе с вейпами вместе с этими айкосами и прочим огромные бабки крутятся большая часть табачных компаний они частично либо полностью принадлежат государству поэтому государству даже отчасти не выгодно с этим бороться но что очень важно очень много окружающих меня людей последнее время курить бросила и вообще не курящих людей вокруг меня появляется все больше и больше не знаю это либо из-за того что у меня какой-то определенный круг общения либо это общая тенденция во всей стране но среди молодежи очень много не курящих и это очень хорошая тенденция я надеюсь что когда у меня появятся дети они уже вырастут именно в атмосфере не курящих окружающих на этом пожалуй закончим вот такой вот был маленький рассказик такой маленький ликбезик надеюсь вам очень понравилось пишите комментарии ставьте что-нибудь лайки дизлайки это все уже зависит от вас спрашивайте еще на какие-то простые вопросы отвечу в рамках ответов на вопросы если будет много вопросов по какой-то определенной теме как обычно соберу их побольше сделаю вам ролик на одну определенную тему с ответами опять же на ваши вопросы и с размышлениями на тему надеюсь вам понравилось хорошего вам дня яркого солнца всем пока